Под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмму Мали Рахмона, состоялось очередное заседание правительства Республики Таджикистан. На заседании в начале был заслушан отчет председателя Хатлонской области Курбона Хакимзода о ходе выполнения поручения президента Республики Таджикистан 22 мая 2018 года. Было отмечено, что в соответствии с распоряжением президента Республики Таджикистан. А 22 мая 2018 года в области запланировано строительство и реконструкция более 7,5 тысяч объектов различного назначения. Из них 3901 объект уже завершен, что составляет 52% от запланированного. Глава государства Эмму Мали Рахмон еще раз подчеркнул важность празднования 30-й годовщины государственной независимости и дал конкретные указания руководства региона и его городов и районов по усилению мер по благоустройству в связи с этой исторической датой. Членами правительства страны были рассмотрены и обсуждены проекты некоторых законов Республики Таджикистан и были переданы на рассмотрение в Маджлисе-Наму-Нагон, Маджлисе-Оли Республики Таджикистан. Были обсуждены национально-коммуникационная программа первых тысячи дней жизни ребенка в Республике Таджикистан на 2020-2024 годы, программы скорейшей индустриализации на 2020-2025 годы и правила оформления и выдачи загранпаспортов, содержащих электронную информацию и свидетельство о возвращении в Республику Таджикистан. Президент Республики Таджикистан, председатель правительства страны Мамали Рахмон поручил правительству руководителям Министерства ведомств, председателям областей, городов и районов обеспечить своевременное выполнение повестки дня очередного совещания и устранения существующих проблем и недостатков в этой области. Республиканской комиссии по предотвращению распространения передачи коронавируса COVID-19 в Республике Таджикистан было поручено усилить меры в стране и дополнительно улучшить оказание медицинских услуг пациентам и инфицированным людям, принять необходимые меры, поддержку и помощь работникам здравоохранения.